Ну, выборочно только, да. Вот посмотрим. Да. У него 12 томов, они у меня в аудио. Я вам могу скинуть их. Включишь, сиди, занимайся там еще делой и слушать будешь. 12 томов по 750 страниц примерно. Ну, дело-то вот в чем, что люди, когда задают вопрос, а они должны знать, вот мы же православные, а у православных не просто я Библию взял и давай бы толковать. 6-й Вселенский Собор, 19-е правило говорит, что мы должны понимать так, как святые отцы истолковали. Вот, допустим, Блаженов Феопилахт, он берет от разных святых отцов и прочее. Откровения, Кесарий Каппадокийский архиепископ говорит об этом, Андрей. И как? Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. И поэтому благодать была на Адаме с Евой не была. И дальше что? Эта тема не надо. Нигде не сказано, что тут сопли распускать-то. Нет этого нигде. И такой вопрос не задавайте. Потому что искушение, другое начнет что-то говорить, и все это будет против него. Мне вот Бог дал это понимание, что нельзя этого делать. Нельзя. Почему говорит, Давид, 130-й псалом, Давид говорит, не удерживал ли я от тайного, как дитяти, отнятого от груди матери. То есть я хотел сказать, а Господь мне говорит, не надо, не надо, это никто не знает, Бог скрыл это. Есть вопрос, на который даже Христос говорит, и сын не знает по человечеству. Вот так, все, подождите. Кто? Ну-ка давай попробуй. У меня разговор там был, закройся. Это биржа какая. Сейчас я маленько отойду. Вот так. Все вопросы, которые задали, они на наше спасение не влияют. И я никогда этой темы не касаюсь. Почему? А с чего я буду брать? Да это и не надо. Мне нужно знать, я имею ли духовное рождение. И второе, имею ли я крещение Духом Святым. О! И сегодня у православных это 99,9-х, ничего этого не знают. А у меня это было 27 сентября в 17.00 1962 году. Впервые дали Библию. Склонились на колени, и Бог меня сразу наполнил. Проходят годы. Три с половиной месяца прошло, я уже за капитрой стоял, проповедовал. Пятидесятники там были. Но я пятидесятником не был. Просто там я обратился, Библию дали мне. И после стал читать Златоуста, а я не знал, отвечал по нему, как. Господь вложил в коробочку тут. Вот как. Так, у тебя я нужен, нет? Я понял, что когда я делаю 100 на этом поворот, на этой стороне, я по часам по сегодня это ходил. 20 минут. Тоже запомни. Туда-сюда это не находка. Так, ну вот и всё. Хорошо, я поняла. Ну всё, себя укращай в этом. 130-й псалом. Открой, посмотри, как добить. Говорит, не смирял ли я души моей, как ребёнка, отнятого от груди матери. А когда мать его отнимает, и он привык, он кричит, кричит, ему надо. Так и здесь. Я не входил в высокое, для меня недостигаемое. Это большое дело. Вот сейчас я отвечаю на вопрос, почти ответил. Вот сейчас посылать буду. Как цены узнать? Ну любой вопрос, который ты услышишь, какие цены? Цены назначать. Учиться на это идти. Не научиться, потому что цены везде меняются. Вчера покупали, оно было дешевле. А сегодня, когда заблокировали Российскую Федерацию, приходится самим. А это научный институт работает. И не просто работает, а вот когда бывает в космосе, чтобы лучи не попали туда. И видно было, и чтобы не отравиться. Это у меня племянник там работает в университете. Научный работник. А так-то возьми, а сколько получает? А за что платить? Время. Ну, а у него семья. Открытие, сколько бьются они, опять какой-то изъян. Да тебе не боком повернуться. Я вот печи делал. Меня нигде не давали работать, я прораб. А я работал, советская власть мне не давала работать. Только охранникам, вне ведомственной охраны, того района, где я живу, при милиции. Чтобы все время я был под присмотром. Ну, диссидент, как называется, советской власти не ладили. И вот я же освободился последний раз только 25 марта 1987 году. А реабилитирован как жертва политических репрессий. 4 января 1992 году. Вот как дело-то было. И поэтому габариты оглядываются. Вот сейчас этот теракт, который совершили. Сейчас будут трясти, будь здоров. Что натворили, сколько? Сотни людей застреляли. Это из южных, уже 11 человек уже поймали. Это из южных народностей. Там, кажется, Таджикистан. Их сейчас будут трясти по всей стране. И вы, как он, Лукашенко, выбросят отсюда. Я так думаю. И детей постреляли. Ну, все, говорит. Меня спрашивают, почему? Я говорю, первая неделя Великого Поста. А там танцуют. Я смотрел, сколько они танцевали. Так, минутку, подожди-ка. Вот, видишь, человек едет. Надо встречать. На разрыв. Я сегодня думал, я костыль в руки-то не беру. А приходится ходить. Я каждый день должен минимум 3 километра туда-сюда. Мне с коленями не ладно. В прошлом году на меня 6 болезней кинулись. С летальным исходом 2 было. Все исчезло. За меня тысячи людей молятся. Ну, вот, Бог знает как. Мне вот сейчас 85-й год уже идет. Не просто так. А вам сколько будет? Мне 37. 37? Ну, помоложе маленький. Чуть-чуть, да. Ну, вот, все. Я не буду это больше ничего говорить, потому что у меня большая-большая работа. Коррекция. Корректурой занимаюсь. Готовят к изданию мои проповеди. Это вообще один экземпляр из 6 томов будет. А сейчас уже сообщают, которые регулируют, и говорят, в 6 не вмещаются, в 7. И каждый том будет 1300 страниц. 1300. Это проповеди мои, которые я говорил. И вот их надо, я говорю, она снимается, а теперь надо перевести в буквенное, в Word. И мне... Господь послал 68 человек помогали. Уже месяца три на этом сидели. 68. Мужчины, женщины разного образа. Иные так перевели, что лучше, чтобы не переводил. А где-то пропуски есть, и никто не возьмется. Почему? Потому что я хозяин, это мои слова, и теперь я должен все проходить это. Я уже глаза пережег. Каждый день я сижу с 14-16 часов в интернете. Ужас один. Я даже не знал, что... Очень много, конечно. Ну вот как, понимаешь, что такое? Вышел, передать у меня вышла проповедь в стихах. Такого в мире никогда не было. Проповеди в стихах. Каждое стихотворение 9 куплетов. 4 строчки в куплете. 9 и 4, 36. Эпиграфы из Библии. До одной строчки заняты. И 4 тома по 880 страниц. Это за 9 лет написано. Стихи. Стихи проповеди в стихах. И бывает напротив каждой строчки указано, какое место Библии. Надо открыть 36 раз, чтобы одно стихотворение понять. Никогда не думал, что это будет. Ну и, конечно, сделано в каждом... Где-то 96 страниц в каждом томе, светлых фотографий. Вот сейчас готовиться надо, если только издавать будет. А у меня минимальная пенсия. Сторож. Но я 40 лет клал печи по стране. Печи руками. Теплые все. Я специалист в этом деле. Учился строительный техникум. Но дальше-то сейчас вот выкупать надо книги, то если будут издавать-то. Это нужно сейчас примерно 10,5 миллионов. Вот как. Вот как. От меня ничего нету. От меня нету ничего. Так. Тут еще теперь. Все, я ухожу, Ирина. До свидания. Срочного ничего нет? Да есть еще. Сейчас, что-то у меня тут... Вы потом напишите. Все, вот у меня звонок. У нас сейчас моление начинается. Заходите. Все. Да-да-да. Да-да. То есть он меня бьет. Не 4. Да. 12,56. 12,56.